на ремонте вот такая швейная машинка с женой. пришла с диагнозом не работает. без ниток и парень привез. сказал что досталась от бабушки и хочет чтобы машинка работала. я заправил нитки. нитка вытащилась. то есть петлитель работает. и скорее всего я думаю что она вообще работает. а человек просто не знает как ей пользоваться. первое впечатление. сейчас посмотрю как шьет и определимся. ну что же я начал шить. в принципе шьет. только вот немного вытягивает верхнюю нитку вниз. начал натягивать сильнее. нитка оборвала. дело не в верхней нитке. а в сильно перетянутой нижней нитке. достал шпульку и действительно если тянуть то нитку если тянешь она достаточно ну так скажем плотненько должна слегка притормаживать. она так немного плотновато я бы сказал. значит нужно отпустить вот этот винтик чуть-чуть буквально чуть-чуть. ну что имеется ввиду. ну вот этот винтик ну буквально пробуем чуть-чуть на там 15-20 градусов поворачиваем. пробуем как крутится сильно. подтормаживает еще чуть-чуть. подтормаживает еще четверть оборота. ну уже лучше. и видно будет и нет. освещение. освещение не очень. и еще на чуть-чуть. и вот сейчас уже сопротивление нормально. пробуем как будет шить с такой регулировкой. закрываю. поднимаю иглу и заправляю. тут еще конечно вопрос правильной заправки. думаю что человек который мне привез нормально заправлять не может. как его научить. здесь схемы нет. придется как-то рассказать клиенту о важности правильной заправки. по сути дела 50 процентов ремонтов состоит в том что необходимо просто отрегулировать натяжку нитки верхней нижней. но в случае с этой швейной машинкой здесь она работает. но как-то очень громко. прямо тарахнет. прямо грохот. поэтому надо вот я вытащил нитку. в таких машинках нитку можно не вытаскивать. но это я для проверки того захватывает ли нитку или нет. ну и пробуем расширить. ну и пробуем расширить грохот. но теперь я думаю что будет еще немножко все таки. машинка нуждается в смазке. ну а так в принципе на толстом немножко вытаскивается. теперь попробуем на толстом. на более тонком прошьем в одну. тут такой плотный достаточно материал. в принципе нормально. единственное что нужно сделать это смазать. потому что тарахнет просто нереально. прямо грохот. ну а так в общем то весь ремонт просто настроить было правильно заправить. и просто настроить натяжку. но в данном случае еще и смазать. это тоже я вам потом покажу. постараюсь показать причину почему твердо жестко так шьет. вот например. вот например. здесь есть остатки смазки и они уже высохшие. причем высохшие полностью. значит здесь несколько. ну может быть. годы. пять лет. никто не смазал. кто-то обильно смазал. и вот все что касается смазки. пыль на которую попала смазка. она застыла в кисель такой. ну в такой липкий. и твердый. поэтому без смазки не обойтись. вот тут например. все двигающиеся части. вот здесь вот например. она двигается. и сюда нужно. тут дырочка есть для капания. вот здесь двигается. нужно капнуть смазку сюда и сюда. или например. например. вот здесь вот. движение есть. сейчас. вот здесь двигается. значит сюда нужно капнуть смазку. вот на соединение между корпусом и валом. сюда капнуть. оно туда затечет. и везде где есть. видите какие-то движения одного в отношении другого. туда в зазоры нужно капнуть. и будет намного намного лучше чем капать. это может быть масленка. ну это может быть и шприц обыкновенный. с иголкой пожалуйста. но есть специальные масленки. продается масло. везде. по капельке масла. вот в такие места. где. хотя бы немножко. есть соединение. и есть движение. вообще. с этой стороны. с этой стороны. вот здесь вот есть соединение. капнули. вот здесь есть соединение. капнули. на одну сторону. на другую. и прокручиваем. там в середине. в середине. есть. такое отверстие. на валу. специально. чтобы туда капнуть. каплю масла. и она про. и пройдет в середину. и смажет. движущуюся поверхность. так как здесь все застыло. то нужно не только смазать. но и повторить. в данной ситуации очень запущенная ситуация. не только смазать. но и повторить. и она со временем станет намного намного лучше. поэтому не забывайте про смазку. не забывайте что ваша машинка потом скажет спасибо вам за это. по сути дела в этом проблема. работает жестко. не отрегулировано. сейчас как я снял вот эту крышку. вот здесь на крышке винтик. он откручивается. и откручивается. и затыкается пробочкой. то есть надо было пробочку отверточкой поддеть. вытащить. открутить. и вот вам весь механизм. здесь отрезанные провода для лампочки. поэтому лампочка не работает. ну собственно все. подписывайтесь на канал. как видите достаточно просто. можно как сказали машинка не работает. как я вижу работает все. просто пробуйте. регулируйте. не бойтесь что-то сломать. здесь все сделано так что сложно что со сломой. увидимся на канале. покажу еще как вот эту часть можно смазать. потому что она тоже в этом нуждается. здесь просто отодвигаете эти пружинные зажимы. убираем все это барахло. тут оно все просто вынимается. и аж свистит от сухого хода. и тоже. тут тоже надо. здесь будет скользить. сюда. там. ну и смотрим куда еще можно попасть. и тоже смазываем. где есть двигающиеся детали. тоже все. по возможности капаем туда капельку масла. собственно все. я думаю это все что мы можем сделать с этой начинкой. подписывайтесь на канал. хочу в конце вам показать как чтобы вы послушали как теперь после смазки звучит швейная машинка. очень хорошо. никаких стуков. никакого шелеста. прямо скрип был такой неприятный. прошло некоторое время. я еще пару раз смазал. пока смазка затекла. тут же она все позасыхала. во всех здесь. там. засохла. и свежая смазка пока растопила предыдущую. не растворила все эти засохшие струбья. потому что сюда что вы никак не залезете. все зашло. смазалась. ничего не стучало. работает очень хорошо. вот таким образом произведен ремонт. по сути дела это не ремонт обслуживания. но человек который привез сказал не работает. теперь все работает. он интересен. Продолжение следует...